всем доброго времени суток с вами татьяна и сегодня 8 серия из сериала все мои тени это не только палетки теней а и однушки двушки трешки и комплексные палетки в общем абсолютно все тени для век 8 серия я честно говоря так хочу отдыхать от серий я первоначально поставила себе цель каждый день снимать но не получается и не получается и не хочется каждый день хочется как-то разбавлять эти видосики ну и вот и сегодня у нас с вами 8 серия это будут люксовые палетки как вы увидели кое-что я не покажу потому что уже или показывала или буду показывать в других частях в общем здесь будет только такое основное люкс я очень люблю вы знаете что я люблю все для меня прежде всего на первом плане разнообразие как-то пыталась только только использовать люксовую косметику покупать ее но мне так как-то скучно только если пользоваться люксом так хочу начать с палетки от ланком вот такая вот она у меня это палетка которую вы видите здесь на заднем плане цветочник цветочек их знаменитый и это дорожная палетка поэтому здесь комплексная поэтому здесь собраны не только тени здесь есть но здесь есть еще и румяшки тушь которая закончилась и здесь есть блески для губ так вот первые четыре оттенка ну гамма здесь такая приглушенная если ее так вот кратко охарактеризовать хотя тени очень красивые некоторые например и любят только такую гамму есть я такую гамму считаю скучно и не надо что-то поярче так сказать позабористее но без таких теней я тоже не могу и и еще два оттеночка кстати настоятельно рекомендовали вы мне показывать темные оттенки одна девушка даже дала мне такую рекомендацию что или совет по черному оттенку можно определять качество вообще теней которые есть в палетке это своего рода такой индикатор и я с ней согласна я свои все вот которые темные оттенки протестировала и действительно так оно и есть пока что у нас тут вот еще один этажик ну здесь вот видите если так смотреть здесь такая комплексная палетка здесь всякие щёточки кисточки и карандаш для губ которые очень плохого качества есть у меня еще одна палетка трансформер от lancome я вам уже ее показывала в самых старых тенях и я ее покажу вот в косметичке за август она у меня сейчас в косметичке вот ну я ее покажу вам наверное на этой неделе следующее это вот такая вот красота от lancome такая прекрасная розочка это рождественская палетка я ее тоже палетку это вам уже показывала но решила еще раз показать в самых красивых палетках во первых оформление здесь классное и тоже опять же после ваших видео я стала обращать внимание на оформление палеток как-то я раньше внимание не обращала на это вот тоже в ваших комментариях прозвучало что сильно набрал вот этот синий оттенок что люксовые конечно бренды они делают конечно акцент на оформление хотя с я с этим не очень согласна это вот только если у них там рождественское что-то выходит а так в основном люкс у них не очень такие хорошие по оформлению палетку палетки вы сейчас увидите вот я сейчас смотрю на то что у меня лежит здесь это вот этот золотистый что-то как-то не очень набрала вот и сейчас промелькнет буква буквально пару так красиво оформленных палеток которые вот хочется взять в руки вам показать какие они красивые а так в основном люксовые палетки они тоже некрасиво оформлены так серые мыши такие по своему внешнему виду но самое то главное это то что внутри вот для меня например я всегда как-то раньше только обращала внимание на то что внутри у палетки какое там качество имеется ввиду вот тени например какого качества смотрите как красиво смотрится смотрятся оттенки этой палетки очень замечательно так и по-моему я один еще не нанесла оттеночек если тут знаете свет искажает оттенки я как говорится не виновата у меня не реклама повторюсь это тоже были был такой комментарий что мол сводчи не те свет не так падает и рука загорелая вы знаете я товар не рекламирую я просто показываю что есть там уж сами как бы но я могу конечно так вот так вот приложить чтобы получше было видно не такие у нас дождливые пошли и поэтому очень очень неприятно снимать во время дождя он бы сейчас бы барабанил тут везде и ну и свет еще хуже когда такой пасмурный день поэтому но вот к вечеру более или менее так прояснилось поэтому я и решила сесть и заснять вам то что у меня есть красоту такую так ну и вот видите здесь перед вами показана коробочка от палетки и вот она сама палетка она насколько я знаю была лимитирована уланком то есть это следующая палетка от ланком ой девочки свет у меня сверху потому что нигде больше сесть не могу поэтому сейчас и открою тут вот видите даже название у нее есть у city in париж короче в париже палетка называется здесь кисточку сторону или эта палетка очень нравится очень нравится она мне нравится но она сложная ну сложно с ней что-то нарисовать вот и так и сяк и так и сяк будешь но можно можно при если например поставить себе с вечера задачу что утром когда мало времени я например накрашусь так то так то то можно как то что-то тут сообразить с этой палеткой я вам показывала и не помню уже правда не помню ну если показывала то можно еще раз посмотреть эту красоту здесь в основном матовые тени хотя есть и перламутровые мне кажется здесь вот вот в этой палетке такая устаревшая формула формула теней потому что они какие-то вы знаете как раньше были они не сыпучие то я сильно наберу ой не туда не туда наношу и вот видите сейчас пока идут такие оттеночки слабо выраженные но вот пошла уже гамма более или менее первые оттенки вообще никакущие но без таких никакущих сами понимаете макияж особо не сделаешь их тоже нужно иметь а эти никакущие оттенки так следующие 4 была довольно как слон когда купила эту палетку и это было давным давненько это было 6 лет назад купила здесь вот уже более такая гамма и черный вот я не скажу вот выглядит в рефиле прям очень-очень такой чернючий но на самом деле нет довольно таки приятный так и еще четыре оттенка ланком я люблю косметику и скоро вам покажу тематическое видео посвященное только косметики ланком и уходовой и декоративной что у меня есть ну немножечко расскажу об этом бренде если интересно так вот такая гамма в общем очень классная палетка очень-очень-очень хочу как бы тоже поставить чтобы оттеночки были видны и сама коробочка вот это вот знаете прям вот действительно такой вот коллекционная для меня если я ну например беру косметику от essence и к 300g или еще какие-то бренды и никс и там уже я как бы не жалею эту косметику крашусь каждый день экспериментирует и здесь у меня как-то хочется поберечь ее так следующая новинка рождественская ну как новинка новинка я не буду ее показывать коробочку а то она сильно так сияет вся в общем это двадцать второй год палетка прошлого года рождественская палетка короче вот она я покупала чемоданчик от ланком надеюсь в этом году они тоже что-то такое изобретут интересная красивая и здесь вот вот такая вот гамма красивая ну я вам румяна хайлайтер не буду показывать а покажу первый этаж этой палетки и здесь вот уже формула тени другая не более такие шелковистые чем вот у предыдущей палетки что я вам показывала что-то мне кажется они все какие-то сыпучие ланком вот вообще какие-то миловые но очень нежная такая текстура очень-очень-очень то ли я знаете туда пальцем сильно так в рефил так сказать влазью не знаю то ли то ли еще что-то ну как то как то кажется что сыпучие хотя я этого не знаете не замечала так когда когда пользовалась как-то сейчас узнаете от салфетки так и следующее гамма мне нравятся оттенки уланком а уланком то что они вот такие вот не вырви глаз для кого-то может быть старомодные для меня не очень нравится такая классическая гамма подходящие я считаю всем так и последние четыре оттеночка жаль что у них редко что-то выходит новенькое такое раньше выходила побольше я имею ввиду лимитированного чего-то только вот рождество и все но может быть оно и к лучшему что как бы это средства наши денежные экономятся вот такая гамма надеюсь нормально вам видно все могу издалека чуть-чуть показать все это у нас с вами был ланком такие вот оттеночки сложно как-то нарисовала ладно так давайте я положу эту палетку тоже здесь рядом со всеми ланкомовскими палетками и мы с вами будем смотреть палетки от диор или давайте наверное так как у меня есть и лаудер здесь стоит часы чуть-чуть подвину так а потом уже тема посмотрим я думаю вы не против сейчас я удалю все свои сводчи ланкомовские посмотрим с вами исти лаудер у меня единственные тени от исти лаудер честно говоря и не очень хочется что то покупать вот хочу может быть даже сегодня вечером сделаю заказ на одном сайте там есть у них лимитированная палетка такая кругленькая я ее хочу заказать а так в основном вот которые палетки у них регулярно так сказать продаются мне честно говоря не хочется покупать их по четыре рефила но не хочу не интересно и ничего ничего такого суперского там нет так но вы видите что вот здесь у меня тоже такой дорожный наборчик вот он он в развернутом виде очень удобно брать конечно в дорогу здесь и блески здесь вот они тени покажу вам сейчас и ну что здесь румяшки кисточка зеркальце есть зеркальцем я пользуюсь сейчас поэтому его здесь нет так а остальная косметика ну пользуюсь остальной косметикой когда вот беру в косметичку для меня дорожная не значит дорожная потому что я не такой заядлый путешественник я не так часто куда-то езжу но мне очень нравится что вот что там говорить мне нравится комплексное что то чтобы все было вместе и мне даже нравится что маленькая когда все так ну здесь такая вот бежевая гамма много раз пыталась заказать рождественские чемоданчики у эсти лаудер но такие какие-то у них оттенки там безобразные но вот это тоже видите ну ни о чем ни о чем тени но на них красиво смотрится на глазках просто бежевая такая гамма вот этот коричневый он спасает положение поэтому он такой хороший товарищ так может быть и кисточка вылетела все испортила так сказать все виды ладно в общем поняли так а теперь диор теперь диор как он лежит у меня и и вот как то я не очень удобно так расположил давайте так может быть повернуть чуть-чуть штатив но у меня боюсь не влезет все ну ладно как получится как получится и неудобно так сделаем на штативе чуть-чуть повернула поэтому думаю должно влезть все так вот эта палетка которая стоит она тоже дорожная рождественская рождественскодорожная тоже покупала в аэропорту в duty free магазине здесь и схемки есть тоже здесь ну вот если так смотреть блески для губ тени румяшки и пудра если бы вы меня спросили а что лучше и меня кстати спрашивали dior и ладкома ну не знаю на мой взгляд косметика у dior более яркая поярче качество одинаковое эти уже видно что поярче качество еще раз повторюсь примерно одинаковое просто цвета передачи и оттенки у dior как всегда как всегда обычно обычно более такие интенсивные яркие даже вот если брать дорожные палетки так ну стоит ли вот этот светлый показывать я давайте покажу так это у нас палетка у dior 4 как-то мне нравится и все какие-то все поставила расставила ну ладно как получается получается так и получается следующая палетка от dior которая у меня была в project пенни хорошенько я ее так проработала здесь леночку защитную ну вот она видите тени и с тех пор я решила не брать палетки от люксовой палетки в project пен послушала одну девушку которая с болью в сердце наблюдала как расходуется люксовая косметика но я тоже как-то думаю закончу я ну что у меня будет я не так часто покупаю не так часто выходит что-то вот у там у dior у lancome это надо быть в аэропорту чтобы что-то покупать в зоне дьюти-фри ну тоже видите здесь такая не сочная гамма у dior вот если интересно здесь вот я хорошо блески поизрасходовала хотя с другой стороны чего чего беречь ну зачем беречь эту косметику не обязательно там диоровскую какую-то ланкомовскую или еще люксовую какую-то чё ее береть чего на нее смотреть надо пользоваться этим себе давайте с вашего позволения здесь поставлю только бы как бы тут все не навернулось так дальше кое-что о dior я вам показывала уже но покажу еще раз не помню все ли взяла или нет а dior так следующая тоже дорожная такая комплексная косметичка видите у dior тоже особо они не заморачиваются над дизайном все в черных тонах как и собственно говоря у всех в люксе вот это вот я очень люблю палеточку здесь такой не классический dior как они пятерку теней делают всегда здесь четверка теней и вот эти вот тени очень красивые на глазках это еще мне кажется такой старый dior когда у них тоже как-то формула была другая но тоже видите гамма не очень здесь передается но она очень красивая на глазках пересяду как-то сижу ногу поджала но я знаете как хочу сказать вам что я все равно очень-очень люблю косметику от dior да и от lancome несмотря на то что они такие если можно выразиться серые мышки мне бы хотелось вот эту палетку вот сюда поставить вот будет она не навернется ли у меня тут ничего так следующее от dior так ну здесь уже такие палетки а нет вот попалась палетка которую я вам уже показывала но покажу еще раз и еще раз скажу что качество вот у самих палеток оно как бы не очень я вот сейчас показываю вам и забыла dior backstage любимая палетка у меня я вам показывала и уже в предыдущей серии поэтому ладно у меня палетки самые любимые серии но можно было достать ну ладно вы часто смотрите те кто смотрят мои косметические видео и поэтому меня там часто мелькает мелькают вернее эти палетки так вот этот зеленый еще не посильнее а нанесу тут что я светлые нанесла так вот выглядим такая тоже не очень гамма яркая ничего пойдет затем есть у меня вот такая вот лимитированная палетка от dior там она урвала вот это вот птицу счастья было две разновидности этой палетки сейчас и название посмотрю birds of fire что-то такое было еще другая птица но все раскупили я прям вот довольно что урвала эту именно палеточку там две птицы выходила дневная птица и по моему ночная у меня дневная а какая красивая этой осенью тоже у dior вы вышла уже по моему уже есть продажи но у нас в норвегии не продают может попозже будут что-то продавать я знаю них две палетки вышли классные лимитированные осенние но у нас тут не любители так вот завозить в магазин в магазины если только по интернету но там быстро все расхватывается очень эту палеточку и еще одна у меня это зимняя палетка не как-то это по моему 21 год 2021 году так а вот тут вот у меня слушать я вам еще одну еще одна у меня есть а чушь я ее не взяла golden nights я у меня тоже в любимых показывала палетку такая на яркая сочная ну да ладно тоже если интересно смотрите предыдущие серии вот этих я две купила ну разновидность это вот первая а вот то ее не взяла ну но я вам ее показывала уже там какой-то снег был ой девочки вот так я и знала предательский вот так вот раз он не упала слегка слегка завалить но не упала так ой 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 где мы где мы где мы вот они мы не золотишку сейчас вам покажу золото классная палетка ну я думаю что видно вам хорошо свет конечно ладно ой самое главное вот та палетка не упала так давайте это вперед положим палетку и сейчас подождите что-то муж позвал сейчас я при знаете хорошо что он меня позвал потому что я изменила цвет цвет вернее и видите так лучше как-то подкрутила тут кое-что и вот как-то получше стали видны оттенки вот они что я так раньше не делала тут фильтры стоят но я чуть-чуть уменьшила так сказать фильтры так только вот знаете проблема я не знаю куда теперь что класть потому что довольно таки много вот эти люксовые палетки они довольно таки крупные все ну ладно будем как-то пристраивать следующая такая более или менее красивая палетка по оформлению эта палетка от ивсен луран это тоже рождественская коллекция лимитированная у ивсен луран очень большие здесь рефила я знаю что ивсу ивсен луран выходило много таких разновидностей вот действительно много не выпускали у нас кое-что сейчас продается еще но продается по довольно таки большим ценам так ну как бы не бюджетно я вот здесь сейчас еще нанесу от ивсен луран и может быть еще одна у меня палетка есть от ивсен луран и потом тогда сотру сводчи ну вот они не бюджетно не бюджетно косметика это все стоит и естественно вот эти вот крупные тени я не знаю зачем они такие большие рефилы сделали для кого может быть для специально для тех кто занимается профессионально визажистов вернее занимается оформлением лиц может быть для них но мне честно говоря как бы вот такая вот вот такой объем совершенно и не нужен как стало хорошо видно с таким светом и вам видно и не видно ну видите хотела знаете как лучше со светом а получилось не очень еще раз говорю я у меня не реклама косметики у меня просто показ моей коллекции так вы видите гамма очень даже ничего и это ивсен луран следующая это тоже палетка от ивсен луран она она тоже рождественская лимитированная увидите какую-то информацию здесь так и здесь не только тени но и блески для губ на тени здесь всего пять правильно пять так вниз как бы не очень удобно наносить но можно тоже как бы особое желание постоянное постоянные палетки от ивсен луран не хочется покупать не бюджетно они стоят и они не интересны для меня я имею виду по оттенкам по своим но вот не интересно мне найти счет этот светленький а вот когда рождественской что-то выходит у них лимитированная тоже они как-то не выпускают вот рождественская то я с удовольствием покупаю сижу любуюсь посмотрите какая гамма здесь вот все равно вот эти вот оттеночки они не какущие бледные очень это что у нас с вами была диор поначалу я показывала вам на руке на этой тоже все вытираю все и мы с вами еще кое-что с вами посмотрим мы посмотрим палетки от живанши но я вам опять же еще одна палетка сейчас я так и бегло покажу вам я ее в одной из своих серий уже показывала так и показывать я вам ее не буду сводчиках я имею ввиду потому что у меня уже как бы и такое длинное видео получается вот она серии 3 назад наверно или 4 где-то я вам ее уже демонстрировала поэтому мы ее с вами смотреть не будем а посмотрим другие палетки от и в сан лоран у меня их ой прошу прощение в сан лоран живанши у меня их три значит качество безобразное здесь очень плохое мне не нравится но оттенки красивые на глазках они держатся очень хорошо качество плохое то что они замыливаются но видно по вот этому светлому оттенку например что очень замыливаются а так я их люблю красивые так смотрятся и как бы знаете набрать их не очень легко так это первое не знаю есть они в продаже сейчас или нет но имеется ввиду вот вот эти оттенки так вот это вот тут даже я в россии покупала давненько уже не знаю есть тут оттенок какой-то если увидите то увидите по моему не видно ничего так куда-то надо их горочкой какой-то пристроить а вот куда их пристроить давайте кучечку их сложу так тоже как бы оформление ни о чем простые черные и вот как бы логотип вот этот живанши так это тоже если увидите здесь оттенок здесь уже видно 6 конференции что-то такое так здесь вот такая вот ой неправильно показываю здесь вот такая вот гамма оранжево-зеленая то же самое как бы так они ничего но нанести проблематично так ну и последняя от живанши это и вообще предпоследнее на сегодня это лепитка дживанши рождественская здесь качество получше как сейчас помню в литуаль заказывала какой-то тут металлика здесь качество прям очень хорошие да что я не так пока и замыливаться они не замыливаются и вот очень хорошие тени тут намного лучше качество в целом в целом живанши хорошие тени целом хорошая косметика но я считаю что формула она мне под они мне подходит все нормально но я считаю что у них формула такая устаревшие так и последнее что я вам покажу сегодня эта палетка от клиник я считаю тоже косметика клиник это самая настоящая люксовая косметика это не средний сегмент это хороший люкс у меня единственная палетка от клиник хотя есть однушки от клиник я их вам не буду показывать однушки потому что покажу в другой серии такая вот гамма я тоже кстати эту палетку покупала в duty free по моему она у клиник было по моему она была лимитированная лимитка так и еще вот сиреневая гамма если подсчитать всем никогда не подсчитывала сколько у меня тени и заниматься этим не собираюсь кто-то мне тоже спрашивал посчитайте сколько у вас всего не хочу раньше вот у меня были даже видео там в штуках так сказать сейчас я не хочу считать правда ерундой как говорится заниматься хотя вот это вот все то что я делаю это тоже конечно ерунда и не только я делаю показываю вам все это но почему-то нравится такие странные вещи странные косметические вещи вы даже так сказала все это последняя палетка на сегодня не получилось как бы очень хорошо все уложить но как получилось спасибо вам всем большое за просмотр увидимся с вами очень скоро и всем пока